Здравствуйте, Александр Рынковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания, вы смотрите программу «Голос Крыма» и в нашей студии еще один крымчан, теперь у нас двое здесь, Павел Казарин. Добрый день, Павел. Здравствуйте, Саша. Павел, ну, значит, давайте поговорим, мы сегодня несколько вещей, начнем с итогов энергоблокады. Я знаю, что у вас есть собственная точка зрения на эту, на последствия энергоблокады и вообще о том, что все происходит. Но, значит, я бы хотел, чтобы мы для начала посмотрели о том, как 15 декабря непосредственно из Кремля Владимир Путин запустил вторую нитку этого так называемого энергомоста из Российской Федерации в Крым, а подробнее в нашем сюжете. Продолжение следует. 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 Крыма, она существовала еще давно. И она существовала с 2015 по 2020 год была рассчитана. То есть в любом случае... И написано, она была в 2014 году. Да. Работа по прокладке ЛЭП из Керчи в Симферополь и энергомоста с территории Краснодарского края в Керчь, эта работа все равно велась. Я знаю, что, например, весь 2014 год археологические изыскания проводились охранные раскопки на месте расположения будущих ЛЭП из Керчи в Симферополь. Я знаю, потому что мои друзья, в том числе рассказывали о тех работах, которые велись, например, в районе Старого Крыма. Поэтому энергоблокада просто заставила Россию ускориться в этом вопросе. Но это не значит, что если бы мы не... Если бы, условно говоря... Не было бы отключения электроэнергии из Украины. То Россия бы не занималась включением Крыма в свою энергетическую систему. Тут еще одно последствие, на мой взгляд, достаточно важное. Значит, Путин 9 мая, выступая на совещании, говоря просто, да, так скажем, на совещании со своими министрами, он сделал такое удивленное, как бы удивление продемонстрировал, сказал, неужели мы еще что-то покупаем для Крыма, а у Украины какую-то электроэнергию. И так сделал такую маленькую ремарочку, а вообще, мне кажется, как бы не нужно этого делать. Хотя, по-моему, никаких там договоренностей с ними нет. Но, значит, сегодня, как стало известно, во время заседания Кабинета министров, там, украинского уже Кабинета министров, было принято решение не торговать с Крымом, за исключением определенных товарных позиций. Но и эксперты говорят о том, что, скорее всего, электричество будет продолжать поставляться на территорию Крыма, но уже без всяких договоренностей. Просто как бы в режиме перетока это называется, да, как вот из России перетекает электроэнергия в Украину, а потом из Украины перетекает в Россию. Я думаю, что во многом будут поставки или не будут поставки, будет зависеть от степени, от того, насколько пристально будет внимание медиа к этому вопросу. Мы же понимаем, что, условно говоря, пока гражданские активисты не встали на границе между Херсонской областью и полуостровом, никто не обращал внимания на поставки продуктов на территорию полуострова, и никто не обращал внимания на поставки электроэнергии. Но когда эта тема взлетела в медиа на топовые позиции, сразу появился какой-то общественный консенсус о том, что, ребята, нельзя так, что мы не торгуем с Донбассом и изолируем Донбасс, но при этом продолжаем торговать с Крымом. Поэтому надежды Кабмина, они о том, что можно будет торговать втихую, они будут реализованы только в том случае, если к этой теме не будет привлечено никакого внимания. Но смотрите, Павел, тут же очень важно другой момент. То есть формально договора не будет ни с Крымской, ни с Автономной Республикой Крым, временно оккупированной, как настаивает Мустафа Джамилев, не как настаивает российская сторона с Республикой Крым или с Крымским Федеральным ОКРОМ. То есть договора нет, а по факту переток, они называют это просто переток электроэнергии будет в Крым. Ну, я думаю, что в Кабмине, наверное, рассчитывают именно на подобный сценарий. Но я повторюсь, он возможен только в ситуации полного отсутствия внимания к этой теме со стороны, простите, ну, там, не знаю, украинских мези, гражданских активистов. Иначе в какой-то момент, кто его знает, ну, опять бобры могут перегрызть. Хорошо, значит, так, событием сегодняшнего дня, 16 декабря, это сегодня, во время заседания Кабинета Министров, Арсений Петрович Яценюк озвучил, он у нас премьер-министр нашей страны, значит, озвучил решение прекратить торговлю с оккупированными территориями. Как это было, вы увидите прямо сейчас. В среду, 16 декабря, Кабинет Министра Украины принял решение о прекращении торговли с оккупированным Крымом и неподконтрольными Украиной территориями Донецкой и Луганской областей. Решение вступит в силу через 30 дней. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Забороняется поставки работ, товаров, послуг за всеми митными режимами, с темчасово окупованою территорией на другую территорию Украины та або с другой территории Украины на темчасово окупованную территорию Украины. За вынятком особистых вещей граждан, социально значительных продуктов едущего и гуманитарной помощи. Что до поставки электрической энергии, то такое поставки электроэнергии может действовать исключительно на основе решения Ради национальной безопасности и обороны. Поставка электроэнергии на оккупированные территории, по словам премьера, могут осуществляться на основании решения Совета национальной безопасности и обороны. Напомним, 8 декабря в украинском парламенте был зарегистрирован проект закона о временно оккупированной территории Украины, который предусматривает запрет на торговлю с оккупированными территориями страны, а также на поставку им воды и электроснабжения. Кроме того, устанавливает режим государственной и таможенной границы для линии разграничения. Но и это постановление Кабинета министров теперь вступит в действие, приобретет законную силу через 30 дней с момента опубликования. Вот сегодня они его опубликуют и через 30 дней нельзя будет поставлять в Крым никакие товары, кроме социально значимых. Павел, на самом-то деле получается так, что долго-долго гражданские активисты блокировали, а по факту Кабинет министров принимает такое решение, которое расширяет возможности поставок в Крым. Потому что под социально значимые продукты питания подпадает достаточно большой список товаров. Разумеется, я вообще не исключаю того, что официальный Кабин, он чрезвычайно заинтересован в сохранении того статус-кво, который сочетало до 20 сентября 2014 года. А почему? Ну, потому что мы же понимаем, что в Крыму остаются интересы целого ряда украинских олигархов. Это и Вадим Новинский, это и господин Косюк, если не ошибаюсь, у которого наша ряба, и Дмитрий Фирташ в первую очередь. Дмитрий Фирташ с его северокрымской химией. Понятно, что это те самые люди. Это я говорю только о надводной части айсберга. Это то, о чем мы знаем. Понятно, что все эти люди, они лоббируют как бы сохранение такого себе налогового порта франка, когда они могут делать бизнес, обналичивая любые суммы, но при этом нести никакой ответственности перед украинским бюджетом. Разумеется, они лоббируют через украинский Кабмин, через главу украинского Кабмина, я думаю, как раз таки свои интересы. В этом смысле нет абсолютно никаких, никакого дополнительного кредита доверия по отношению к Арсению Петровичу. То есть, в принципе, вот по этой логике, если бы там все было бы так замечательно, действительно была бы свободная экономическая зона, и товары бы свободно передвигались бы, перемещались через эту границу, и деньги бы перемещались бы свободно через эту границу, как в одну, так и в другую сторону, то я думаю, что уже через полгода мы видели бы на улицах Киева много объявлений там, продам зарегистрированное предприятие в свободной экономической зоне Крым недорого. Я помню, как Ирина Билок в одном из интервью несколько месяцев назад сказала, подводя итоги года, отвечая на вопрос корреспондента, каким был год для нее, она сказала, что у меня сильно сократился гастрольный график, потому что из-за всего произошедшего, из-за этой войны в Украине осталось всего семь крупных городов, в которых можно выступать с концертами «Звезде моего уровня». Я думаю, что Ирина Билок, во-первых, она глупая просто, но я думаю, что в рамках подобной же парадигмы мышления, думают очень многие украинские чиновники из Крымина… Кстати, Ирина Билок имеет полное право прийти в нашу студию и сказать то же самое про Павла Казарина. Ради бога, Павел Казарин не обидится. Проблема только в том, что я думаю, что в рамках подобной парадигмы восприятия действуют очень многие украинские чиновники, облеченные мандатами, должностями и служебными автомобилями. То есть, как бы, ну, окей, война войной, да, обед по расписанию, или вообще нет никакой войны, что вы там глупости говорите, давайте продолжать делать деньги, зарабатывать деньги. Я думаю, что да. Хорошо, значит, тогда следующий момент. В Киев приезжал господин Дуда, да, Анджей Дуда, новый польский президент, и на совместной пресс-конференции президент Порошенко вместе с польским президентом сообщил, что президент Дуда подтвердил позицию Варшавы по поддержке продления санкций против Российской Федерации. Пожалуйста, видео. Уважно стежимо за виконанням мінських домовленостей. Ми впевнені, що головним кроком до миру на території України є імплементація цих угод. Ми розуміємо, що до кінця поточного року вони не будуть реалізовані. Тому переконані, що політика санкцій має бути продовжена. Було підтверджено незміну позицію Варшави щодо підтримки продовження санкцій за незаконну окупацію Криму і за неімплементацію мінських угод. І я дуже сподіваюся, що це рішення буде прийнято на сьому тижні під час засідання Ради Європейського Союзу. Це була совместна пресс-конференція украинського і польського президента. В нашій студії Павел Казарин. Павел, тут вот какой момент. Ведь основні-то санкції вводились не із-за Крима, а із-за Донбасса, да, із-за ситуации на Донбассі. І зараз вони продолжаються, тому що не выполняються з точки зрення, другої сторони, Росії не выполняються і боевиками пророссийськими, не выполняються именно Минське соглашення. А якщо завтра, предположим, Російська Федерация скажет, да, все, окей, вот что-то случилось такое? Владимир Путин скажет, вообще это все Украина, там никаких ДНР, ЛНР нет вообще. Закрывает границу, запускает украинских пограничников и дальше что? Санкции снимаются. Ну вот формально, на самом деле, это вот такое вот себе санкции Шрёдингер. Ситуация Шрёдингер, никто не знает, что будет в этот момент действительно санкциями происходить. И очень многие как раз таки, сейчас звучало в Украине точнее точка зрения о том, что санкционный пакет, наложенный на Россию, он по идее должен был быть расширен не только и поставлен в зависимость не только от ситуации на Донбассе, но и от ситуации... Увязан, да? Да, но тут же есть проблема, потому что тогда, условно говоря, у Москвы вообще нет никаких стимулов для того, чтобы что-то нормализовывать на Донбассе. Потому что какой смысл нормализовывать что-то на Донбассе, если тебе в ответ ты ничего не получаешь? Если на второй чаше весов нет никакого пряника? Потому что в любом случае, мол, санкции сохраняются, потому что Москва, понятное дело, ни на какие переговоры по вопросу Крыма идти на данный момент, не намерена. То есть здесь у нас больше вопросов пока, чем гипотезами просто? Да, формально. Надо понимать, на мой взгляд, Москва, во всяком случае, в нынешней парадигме формирования властной элиты, она не пойдет ни на какие уступки по Донбассу. Да, она не пойдет ни на какие уступки и по Крыму, но и по Крыму позиция на данный момент у нее вообще довольно-таки однозначная. Но, честно говоря, я не думаю, что она будет каким бы то ни было образом выполнять и соглашение по Донбассу. Поэтому, честно говоря, я думаю, что раз за разом санкции будут продлеваться. Поэтому тот вариант, когда Москва сама устранит какие-то основания для продления санкций, у меня, честно говоря, веры в подобный сценарий на данный момент немного. Хорошо. Может ли быть... Я, кстати, хочу узнать ваше мнение по поводу следующего события. В понедельник Черноморнефтегаз, теперь это уже так называемое государственное унитарное предприятие, которое в Крыму, сделало заявление о том, что с территории двух месторождений, которые находятся недалеко от Одессы, были перебазированы в территориальные воды Российской Федерации, не так это считают, две плавучие буровые установки. Это те так называемые украинскими журналистами вышки Бойко, которые были куплены по 400 миллионов долларов каждая. Вот эти вышки перебазировали поближе к Крыму. На их место заняли другие плавсредства, другие вышки, не такие новые, но которые позволяют добывать газ. Потому что добыча только из этих двух скважин составляет больше миллиарда кубов в год. Это 57%, если мне не изменяет память, от общей добычи Черноморнефтегаза. На место вышел катер, пограничный, украинский. Да? И вышел катер еще, не знаю, один или два катера ФСБ. На самом деле, может ли быть вооруженный конфликт из-за того, что российская сторона, устанавливая теперь уже другие вышки, это все же происходит в исключительно экономической зоне Украины? Ну, формально-то и акватория Крыма остается с точки зрения существующего миропорядка. Но даже с точки зрения Российской Федерации, если они считают Крым, что это вот территориальные воды Российской Федерации, то это в любом случае это экономическая зона Украины. Понимаете, я думаю, что, как вам сказать, вот самый главный рубеж и барьер, его перешагнули в ночь 26 на 27 февраля 2014 года. Это история вот тогда, на самом деле, те люди, которые называли вещи своими именами, они говорили, это объявление войны, появление российских военнослужащих на улицах крымских городов. Вот после этого, ну, представьте себе, что 22 июня или там 1 сентября 1939 года немецкие солдаты переходят польскую границу, а потом мы удивляемся, а почему они еще вдобавок после этого на Францию напали? Ах, как им не стыдно 22 июня 1941 года Минск бомбить и так далее. Ребят, ну, после 1 сентября 1939 года, чему мы удивляемся? Будет ли война? Второй вопрос. Я думаю, что нет. Почему? Ну, я думаю, по той же самой причине, по которой невозможна операция по военному, по военному, по восстановлению, там, не знаю, официальным Киевом контроля над территорией полуострова военным образом. А восстановление контроля над вышками, да? Это не территория полуострова, это вышки, которые находятся ближе к Одессе, чем к территории Крыма. Насколько, вот, на ваш взгляд, просто ваш прогноз, насколько вероятно там силовое противостояние? Я думаю, что такое силовое противостояние невозможно. Черт его знает. Не исключено, что, возможно, как раз-таки Россия пытается спровоцировать Киев на какие-то агрессивные шаги. Хотя, с другой стороны, я просто говорю, что это мое предположение, и я понимаю, что оно звучит несколько конспирологично. Но суть остается, факт остается фактом. Военные машины России и Украины настолько неравны, что мы понимаем, что любой выход и попытка отбить, там, не знаю, там, защитить зону интересов военным образом, оно даст, условно говоря, там, России возможность вывести там всю свою военную группировку. И вот как она действует в Сирии, точно так же попытаться ракетами Эйсми Калибр. Или самолетами Су-24. Или самолетами Су-24, да. Будет это, ну, я не знаю, патриотичным шагом со стороны украинских ФМС, да. Могут ли они реально защитить сегодня в нынешнем своем виде территориальные воды? Нет. Окей, просто это к тому, что многие, знаете, там, сразу же начинают реагировать, куда смотрят, допустим, пограничники. Я сегодня интересовался у пограничников, на самом деле, по большому счету, пограничная служба, она украинская, да, она, по большому счету, выполняет полицейские функции. Даже та техника, которая у них есть, это, ну, там, табельное оружие плюс какое-то стрелковое оружие. То есть это не боевые подразделения, такие, которые могут идти там в бой с кораблями Российской Федерации, которые там находятся. Поэтому, поэтому вот так. Окей, хорошо, спасибо. Павел Казарин был гостем нашей студии. Вы смотрели программу «Голос Крыма». И напомню, что через 30 дней будет введено в действие постановление Кабинета Министров, согласно которому будет прекращена, наконец-таки, торговля с Крымом, кроме, кроме, да, социально значимых продуктов питания. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.